МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, родители-близнецов, зачисленных в первые классы, имеют право на единовременную денежную выплату. Она составляет 5 тысяч рублей. За ее оформлением нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Студенты могут стать предпринимателями прямо во время учебы при помощи вузов, которым обучаются. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе, указанной на экране, пройти тестирование и поучаствовать в тренингах, которые проведут в вузах страны, сообщают в телеграм-канале Октябрьского района. Тренинги пройдут по нацпроекту «Наука и университеты». Полный список вузов участников смотрите в карточке, опубликованной в телеграм-канале. О безопасности эксплуатации газового оборудования напоминает в телеграм-канале Советского района. С начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом. Пострадали 43 человека, из них 21 ребенок. Еще 5 человек, к сожалению, погибли. Последнее происшествие случилось 4 октября в Комсомольском районе города Тольятти. Пострадали 3 человека, в том числе двое детей. Они госпитализированы в медучреждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова